всем добрый день вы на канале вязание от ангелина и зимок сегодня у нас такой новогодний тапочек следок макосин почему макосин у него вот такая форма вот такая форма и мотивы бабушкин квадрат собираем остаточки в новогодней тематике цвет вяжется очень просто за какой-нибудь вечерочек провязать 7 мотивов у меня здесь на размер 36 37 если размер больше конечно значит чуть больше мотивах вяжем и получаем такую красоту пишите в комментариях как вам идея из завязываем уголочек и начинаем вязать 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 замыкаем в кольцо наши петельки начинаем вязать 1 2 3 воздушные петли это столбик с накидом в кольцо еще два столбика с одним накидом 2 воздушные петельки наша задача провязать еще три раза таким вот способом у нас получится вот такой вот колечко 1 1 2 3 4 по 3 столбика между ними две воздушные петли привязываем ниточку 2 цвета и вяжем один два три придерживаем ниточку там наш отрезок чтобы провязать все вместе три столбика провязали две воздушные петельки и еще три столбика один у нас четыре уголочка и вот мы с вами вяжем уголочек и точно также вяжем следующий уголочек бабушкин квадрат вяжется очень очень просто все наши уголочки провязали получили вот такой уголочек такой уже квадратик привязываем ниточку третьего цвета и вяжем дальше наш квадрат 1 2 3 опять три столбика 2 воздушные петельки в уголочке мы будем всегда так вязать по две группы из трех столбиков провязали теперь между уголочками у нас вот есть пространство мы вяжем три столбика просто три столбика и в уголочек вяжем уголочек 1 2 3 2 воздушные 1 2 3 все стороны квадрата вяжутся абсолютно одинаково в уголочке у нас по две группы по центру одна группа вот такая довязываем до конца вот такую идею я увидела по интернету сфотографировала свой сотовой и решила повторить но уже в новогодних таких расцветках то есть мы вяжем с вами 7 квадратиков это на размер допустим мой 36 37 если нога больше значит еще подвязываем 2 квадратика длиннее стопа и допустим на носочек вот сюда вот еще один то есть раз и два будет чуть больше квадратиков как мы их соединяем как вязать квадрата мы знаем посмотрели предыдущем видео сегодня я его добавила а цвета у нас такие мы обвязываем с трех сторон точно также три столбика уголочек все как всегда и теперь наша задача присоединение нить первый ряд потом 2 и 3 поворачиваем вот таким образом вязание что было меньше тырочек мы делаем только одну воздушную петельку в третьем ряду провязали воздушную петельку сделали развернули вязание делаем накид и в уголочек нашего квадрата вяжем 3 столбика 1 2 3 развернули сделали воздушную петельку между тремя столбиками воздушная петля наша еще одна воздушная петелька теперь следующее пространство между тремя столбиками вяжем 3 столбик воздушная петля и опять между то есть все настолько просто я думаю соединение этих мотивов самое наверно простое из всех мотивов которые есть провязываю воздушная петелька петелька уголочек вяжем 1 2 3 подхватываем уголочек воздушная петля и довязываем в это же место в калоне наш уголок все дальше я думаю вы уже точно знаете что делать мы провязываем все наши столбики с одной стороны из другой и 3 подхватываем мотив опять провязываем со всех сторон и довязываем ряд я соединила 3 мотив чека если нужно может быть это быть и 4 и 5 соединили теперь наша задача описать вверх для того чтобы соединить второй ряд ты и столбика воздушная петля в этот же уголочек вяжем 3 столбика 1 2 3 между группами из 3 столбиков воздушных петель мы не делаем зачем нам столько ажуров мы просто провязываем в каждое пространство между тремя столбиками 3 столбика и еще три столбика и здесь нам нужно соединить уголочек вот так соединяем провязали вот это пространство столбик без накида и опять воздушную петельку мы не вяжем там есть одна мы будем нам ее хватит все то есть мы провязали довязываем еще до конца и маленький нюанс когда я начинал обвязывать темными ниточками я сделала вот так вот провязала 3 воздушные петельки и воздушная петля и только потом еще три столбика то есть вот этот столбик относится к тем тем которые у нас уголочки должны быть я довязываю один столбик и 2 3 у нас уже связаны и я просто в третью воздушную петлю делаю соединительный столбик вот теперь в сам центр соединительный столбик и оказалась в том месте в котором не нужно быть сделали воздушную петлю разворачиваем вязание таким образом подхватываем другой мотив и начинаем его соединять у нас всего лишь два рядочка вот второй ряд мы соединяем точно так же столбик за столбиком воздушная петля мы соединяем нет никаких сложных моментов и следующий 2 и 3 соединяем соединяем мы до уголочка с уголочкой вторую сторону вторую сторону соединили подхватываем другой мотив соединяем еще соединяем дошли до уголочка вот наш уголочек прям по центру вот сюда я ввожу крючок подхватываю нашу воздушную петельку воздушную петельку еще одну сделали и довязываем вторую сторону так как мы знаем и умеем обвязали вторую сторону сделали воздушную петлю разворачиваем вязание так что было удобно вязать делаем накид и подхватываем мотив то есть все очень очень предсказуемо воздушная петля 5 разворачиваем чтобы было видно удобно подхватываем между тремя столбиками наш петелечку воздушная петля провязываем так что я тут наворотила конечно же в следующее место 123 вот я центр вот сюда вот вкалываю крючок и нашу воздушную петельку подхватываем воздушная петля и довязываем наш уголок 1 2 3 воздушная петля и теперь уже вторую сторону мы тоже присоединяем в первом мотиве мы вязали только одну сторону присоединяем во втором и третьем надо соединить две стороны хотя соединение всегда одинаково довязываем и здесь вяжем при провязывании 1 2 3 стороны 2 ряда мы начинаем соединяясь пяточка это нас пяточка уголочек провязали воздушную петлю сделали и соединяем с первым мотивом провязываем наши три столбика 1 2 3 воздушная петля и соединяем это надо не забыть можно просто сшить если забыли соединить ничего страшного значит на стороны можно прошить можно вот так соединить сразу из отрыва нити наши пяточку уголочек соединяем вот наша пяточка идем обратную сторону то есть мы довязываем все наши три мотива вот так вот уже три мотива довязываем до конца вот до этого уголочка здесь пока не трогаем и присоединяем еще один мотив довязала второй ряд и начала соединять 3 у нас один квадратик только на этот размер есть размер больше то значит 2 надо квадратик меня один и связали третью сторону нам нужно соединить наши вот такая лодочка получается такая до пяточку соединили теперь нам нужно соединить носочек точно так же мы ровно по центру галочка по центру галочка завели воздушную петельку возвращаемся к нашей стороне довязываем наши три столбика 1 2 3 воздушная петелька и дальше все как все соединения все как всегда все одинаково скажем так один-два-три то есть наша задача соединить пяточку и соединить впереди там где наши вот пальчики форма квадратная ночь у нас макосины это модно тапочек у нас много это у нас вот такие вот новогодние модные макосины довязываем до угла забываем одну воздушную петельку в центр соединяем и наша задача просто напросто обвязать то что мы еще не довязали вот и вот я довязываю мотивчик соединяю его и смотрите вот я кассу все ровно по центру выравниваю по центру мотива центрального тут один мотива 2 и пациент наша задача на изнаночной стороне прошить то есть мы выворачиваем вязание подхватываем нашу ниточку выравниваем ровно по центру вот ровно по центру накладываем и провязываем столбик столбик одну сторону то есть с одной стороны с другой стороны столбик делаем без накида довязываем до конца ниточку отрезаем и вторую сторону точно также довязываем ниточку отрезаем вот такой лапать у нас получился квадратный а это у нас есть макосины вот у нас такой теперь осталось обвязать придать форму потому что широковато обвязывать будем прям еще более простым способом да вот смотрите по центру квадратика я присоединяюсь вижу точно так же три воздушные петли подъема столбик с накидом и столбик с накидом то есть те же наши три столбика которым я же всегда без вас воздушной петли просто-напросто поочередно в каждое пространство между тремя столбиками провязываем 3 столбика вяжем по всему периметру и там где уголочки тоже вяжем если вы хотите сократить то можно не вязать здесь но будет такая большая дырочка не очень красивая поэтому предлагаю связать три столбика вяжем 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 на ту высоту которую вам хочется и конечно надо мерить я связала вот так вот я провязала 3 рядочка вот и уже хорошо и последний ряд я решила чтобы немножечко подкорректировать и чтобы вязание было не рыхлым а именно вот хорошим интересным рачий шаг связала рачий шаг что такое рачий шаг это когда мы идем не справа налево а слева направо столбик без накида под наши петля мы идем в обратную сторону и провязываем столбик без накида опять подхватываем петельку следующий столбик столбик без накида еще один столбик и вязание получается завершающий очень аккуратно провязала и конечно надо соединить ниточку убрать даже да то сюда и мы потом убираем и в итоге получаем вот такой следочек как выглядит на ножке я покажу я буду снимать естественно фотографию на своих ногах но вот таким образом всего лишь за один вечер можно связать новогодний макосин тапочек можно его подвесить и кинемить конфетки накидать сюда или шоколадку поставить а можно связать и носить тоже как идея мне кажется достаточно симпатичная а как вам кажется надеюсь что видео будет полезным огромное спасибо если досмотрели ролик до конца с наступающим новым годом подписываемся на канал яндекс youtube telegram одноклассники контакт не вяжем вместе со мной до новых встреч пока пока